Как мы уже рассказывали в предыдущих выпусках городских новостей, в Харциске зарегистрирована вспышка кори среди членов одной из религиозных общин. Сегодня для составления плана действий по предупреждению распространения инфекции в администрации города состоялось очередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. На совещание были приглашены медики Харциска, руководство города, сотрудники спасательного ведомства республики, а также представители четырех религиозных общин. Обсуждали действенность принятых мер, решали, что еще следует предпринять. Сейчас в данном случае нам задача, я понял, поставлена карантин, ограничение посещения, ограничение контактов с людьми и все то, что было сделано. То есть это в социальных сетях было сделано. Люди сидят дома. И слава богу, на этот момент, насколько доступна информация, внешне, вне нашего общества никто не заболел. То есть очаг как бы локализованный. И остается неделя, неделя. Ну то есть конец этой недели, я думаю, воскресенье – это последний, наверное, день карантина, когда возможность заболеть. То есть с последних контактов. С момента фиксации первого случая заражения корью, а это было 4 июля, зарегистрировано уже 24 случая заболевания этой опасной инфекцией. Все контактные лица находятся под пристальным наблюдением, сообщают представители общин. Учитывая потенциальную опасность ситуации, сложившуюся с заболеваемостью корью, в городе приняты превентивные меры. У нас уже образование получило на аппаратном совещании поручение по поводу прививок, чтобы проработали сейчас с детскими садами, родительские собрания провели, если дети не привиты, чтобы привились. Каждый случай расследуется, проводится определение круга контактных. Значит, круг контактных и заболевших пока у нас не выходит за пределы христианской общины. Количество общавшихся, ну и потенциально, как сказал Олег Викторович, те, которые находятся в инкубационном периоде, они могли теоретически, они могли быть инфицированы при проведении собраний в христианской церкви в пределах 21 недели. Да, вот это уже две недели, 21 дня, да, две недели уже истекли, ну вот ждём те, которые новые случаи, это семейные, то есть это вторичное заражение в семейных очагах. На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям представители религиозной общины настойчиво уверяли, что они никого не призывают отказываться по религиозным соображениям от традиционной медицины вообще и от прививок в частности. Мы свидетельствуем, что у нас нет этого учения в религиозном понимании отказываться от прививок. Это личное дело людей. Убеждать их мы не можем заставлять, потому что бывает и плохие впоследствии после прививок, и потом кто отвечать будет. А в общем-то, пожалуйста, как граждане государства, прививайтесь, делайте, в больницу обращайтесь. Здесь касается и подхода индивидуально каждого человека. Так как и гражданское население, не все принимают прививки, по каким-то соображениям объясняют, почему, боятся, предостерегаются. Мы показываем как бы путь тот, который правильный путь. Вместе с тем, местные медики констатируют, что никто из 24 заболевших, а все они являются прихожанами одной из церквей, не был привит от кори. Врачи-профессионалы убеждены, что и взрослые, и дети должны иметь иммунитет от этой опасной инфекции, чтобы уберечь в первую очередь себя от болезни, а вместе с этим и все общество от эпидемии. Кстати, в Харцизскую больницу недавно завезли дополнительно еще 300 доз вакцины против кори. Сделать прививку можно в прививочном кабинете в любой день недели, кроме выходных. Причем, совершенно бесплатно. На совещании акцентировали внимание присутствующих на том, что первые симптомы кори – это вовсе не сыпь, а высокая температура и насморк. Так что заражение этим вирусом можно запросто спутать с обычной простудой. Учитывая это, медики призывают не заниматься самолечением, а при первых признаках недомогания обращаться за помощью к врачам.